1 Коринфянам 3 Начнем читать с 6-го стиха до 9-го. Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, но все Бог возвращающий. Насаждающий и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду. Ибо мы соработники у Бога, а вы Божья Нива, вы Божье строение. Говорится в церкви в Коринфе и церкви повсюду. Вы Божья Нива. Это немного непонятно для нас, перевод Короля Иакова. Другой перевод говорит, что вы Божий сад. Смотрите, я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Вы Божий сад. Кто Божий сад? Церкви в Коринфе. Вы Божий сад. Вы верующие. Вы Божий сад. Вы Божий питомник, другой перевод говорит. Другой перевод. Вы Божье поле. Аллилуйя. Вы сажаете семя в саду. Сажаете семя в питомнике. Сажаете семя в поле. Аллилуйя. Аллилуйя. Хорошо. Я посадил. Павел говорит. Аполлос поливал. Перевод Короля Иакова говорит, но возрастил Бог. Хорошо. Другой перевод говорит, но Бог, тот, кто дает семени рост. Не возрастил, а дает семени рост. Примем этот перевод. Я насадил. Аполлос поливал. Но Бог, тот, кто дает семени рост. Вы Божье поле. Я сейчас читаю другой перевод. Вы Божье поле, чтобы быть засеянными. Это я читаю вам перевод Маффета. Теперь, если озаглавить этот урок... Слава Богу. Мы назовем его Божий сад. Или, как сделать так, чтобы Божьи обетования осуществились. Вы хотите, чтобы Божьи обетования осуществились в вашей жизни? Но как нам это сделать? Это заголовок нашего библейского урока. Мы не закончим его сегодня. Возможно, он займет всю неделю. Слава Богу. Хорошо. Слово Божье учит нас, что за каждое живое существо на земле была уплачена цена. Вы знаете, Бог определил всем людям принять спасение. Аминь. Читаю вместе. Слово Божье учит нас, что за каждое живое существо на земле была уплачена цена, чтобы быть Божьим садом, в котором нетленная семья растет и возделывается и производит свои чудеса. Аллилуйя. Настоящие христиане это Божий сад, Божий питомник, Его нива, Его поле. Поле принадлежит своему хозяину. Павел говорит, держите закладку на 3-й, 1-го коринфянам. Мы пойдем в 6-ю главу 1-го коринфянам. Павел говорит, 19-й стих, последняя часть этого 19-го стиха, «И вы не свои». Аминь. Вы Божье поле, и вы не свои. Поле принадлежит своему хозяину. 1-я часть 20-го стиха говорит, «Ибо вы куплены дорогой ценой». Это почему вы не свои. Вы куплены дорогой ценой. Итак, я говорю, «За каждое живое существо на земле была уплачена цена, чтобы быть Божьим садом, в котором нетленное семя растет и возделывается и производит свои чудеса». Настоящие христиане – это Божий питомник, Его Нива, Его поле, Его сад. Поле принадлежит своему хозяину. И Он сказал, «И вы не свои. Вы куплены дорогой ценой». Бог дает определение этому полю, этому питомнику. Мы абсолютно Его. Мы принадлежим Его по праву сотворения и по праву сохранения. Но наибольший факт – это то, что мы принадлежим Ему по праву искупления, потому что Он купил нас огромной ценой. Вы не свои. Вы куплены дорогой ценой. Он купил нас за огромную цену, чтобы мы были Его полем. Хорошо. Что вы делаете с полем? Или с питомником? Или с садом? Конечно, Он для того, чтобы в Нем сеять семя. Послушайте, что Слово Божие говорит нам об этом. Знаете, что Сам Иисус сказал об этом? Давайте вернемся к Евангелию от Матфея, например. Во-первых, 13 глава Матфея. Знаете, что Иисус сказал? Мы начнем читать с самого первого стиха. «Выйдя же в стопь день из дома, Иисус сел у Моя и собралось к Нему множество народа. Так что Он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу и получал их много притчами, говорят, «Вод вышел сеятель сеять». И когда Он сеял, и Ной упала при дороге, и налетели птицы и поклевали их. И Ной упала на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. «Когда же взошло солнце? Увяло, и как не имело корня, засохло. И Ной упала в тернии, и выросла терния, и заглушила его. И Ной упала на добрую землю, и принесла плод. Одно во сто крат, другое в шестьдесят, иное же в тридцать. «Кто имеет уши слышать, да слышать?» И приступив, ученики сказали им, «Зачего ты притчами говоришь им?» Он сказал им в ответ, «До того, что вам дано знать тайны Царства Божьей, но им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет, и преумножится. А кто не имеет, и того отнимется и то, что имеет. Потому говорим притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит, «Слухом услышите, и не разумеете, и глазами смотреть будете, и не увидите». Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули. Это они сделали не Бог. Да они не видят глазами, и не услышат ушами, и не разумеют сердце, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженны очень, что видят, и уши ваши услышат. «Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали». «Вы же вы слышите значение притчи о сеятеле, ко всякому, слушающему слово о царстве, и не разумеющему, приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его». «Вот кого означает посеянное при дороге». А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостояний, когда наступает скорбь. «Это значит испытание, искушение». Или гонение за слово тотчас соблазняется. «Опосеянное в тернии» означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушают слово, и оно бывает бесплодно. «Опосеянное же на доброй земле означает слышащего слово и разумеющего, который и бывает плодоносит, так, что иной приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, а иной в тридцать». Вы можете прочитать о том, что в Евангелии от Марка 4, главе с 1 по 20 стих в Причасителе, и в Луки 8, глава 4 по 15 стих. Итак, мы видели, Павел говорит, «Я насадил». «Я насадил». Вы видите, в Причасеятеле, в частности, в 4 главе, вы знаете, что иногда используются разные слова в разных местах, но в 4 главе Марка, в 14 стихе, Иисус говорит, «Сеятель слово сеет». «Сеятель слово сеет». Итак, Павел говорит, «Я насадил». «Что он посадил?» «Семя есть слово». «Семя есть слово». Это нетленное семя. Бог... Сейчас слушайте очень внимательно. Вы поймете, как работать вместе с Богом. Вы знаете, что здесь Павел говорит в 3 главе 1 Коринфянам? «Мы соработники у Бога». Вы знали это? Мы соработники у Бога. Мы можем перевести, как мы работаем вместе с Богом. Вы хотите понять, как работать вместе с Богом? Кто-то говорит, «О, я делаю что-то для Бога». Что ты делаешь? Как мне работать для Бога? Что ты делаешь? Вся работа для Бога — это сеять Божье семя. «Аминь». «Аминь». «Я сказал «аминь». «Я насадил». «Что из семя мы изучаем?» «Аполос поливал, но возрастил Бог». Итак, Писание говорит нам, что семя есть слово. Теперь слушаем очень внимательно. Вы чем-то научитесь. Бог заботится о своем урожае точно так же, как это делает фермер. Чарльз Г. Финней величайший проповедник пробуждения со времен апостола Павла. У него были величайшие результаты со времен апостола Павла. Величайшее пробуждение. Чарльз Финней говорил, «Нет, больше». Мы знаем, конечно, что Дух Божий движется, но он говорил, «Нет, больше тайны в пробуждении, чем то, что фермер собирает урожай». Мы идем теми же принципами, и это работает во всякое время. Во всякое время. Аллилуйя. Какой урожай вы соберете в своей жизни зависит от того, какое семя вы посеете. Если вы сеете семена неверия, они взойдут, и у вас будет урожай неверия. Если вы хотите пожать урожай веры, вам надо сеять семена веры. Аминь. Сажайте правильное семя. Теперь, Бог заботится о своей удивительной жатве так же, как это делает фермер. Иисус сказал, «Он дает семя сеющему». Смотрите, это Божье Слово учит нас доверять Богу в будущее. Я не знал бы будущего, если бы Слово не сказало бы мне об этом. И тут у нас начинаются проблемы. И люди впадают во всякие ереси, фанатизм и другое, так как прибавляют к Слову то, чего не нужно. Нужно доверять только Слову. Теперь, Луки, 8 глава, 4 по 15 стих. У нас нет времени читать больше, но в 11 стихе он говорит более ясно. Здесь Матфея говорится больше о сейне семени. А в Марка сказано, что семя есть Слово. Но Лука говорит, «Семя есть Слово Божье». «Семя есть Слово Божье». Это Лука, 8.11. «Семя есть Слово Божье». Хорошо. Вы помните, что в Римлянах 10.17 говорит, «Вера приходит от слышания». Или, другими словами, «Через познание Божьей воли для нас». Вот как приходит вера. Поэтому вы видите, как чудесно. Бог хочет все Свои семена посадить. Божья цель в создании семени это чтобы оно было посажено в хорошую землю, где оно может прорасти и вырасти и принести плод. Итак, Павел говорит, «Я насадил». Семя бессильно пока оно не посажено. Вы слушаете? Теперь мы видели в Луки, что семя есть Слово Божье. Итак, Слово бессильно пока оно не посажено. Вы приняли это? Это Слово бессильно пока оно не посажено. Итак, мы возвращаемся к месту Писания, который мы смотрели уже столько раз. Я думал, о какой части она пела до того, как я вышел на сцену. Она не знала, что я буду говорить об этом, но облекла в слова то, о чем мы говорим сейчас. Но вы знаете местописание, о котором мы говорили много раз, давали на библейских уроках и обращались много раз. И вы видите это сейчас, почему Бог говорит, что, я сказал, семя есть Слово Божье, и что семя бессильно, пока оно не посажено, и что Слово Божье бессильно, пока оно не посажено. Итак, вы поймете более точно притча 4 главу, стихи 20, 21, 22. «Сын мой, словам моим внимай». Итак, семя, Слово, делает так. «Сын мой, внимай моему семени». Аллилуйя. «Да не отходят они, мои слова. Да не отходят». Смотрите, как сажается. «Мои слова, да не отходят от твоих глаз. Храни их, мои слова, внутри сердца твоего. Вы сеете Слово внутрь вашего сердца. Ваш дух». Я знаю, что он говорит. «Они, мои слова, или пойдем этим путем, семена, жизнь. Есть жизнь в семени, не так ли? Но должны быть посеяны мои слова, жизнь для того, кто нашел их. И что еще? Здоровье, благодарение Богу, здоровье для всего тела». Итак, семя бессильно, пока не посажено. Слово бессильно, пока оно не посажено. Я вижу, что огромная цена, которую Бог заплатил за поле, показывает важность сеяния нетленного семени. Вся чудесная Божья работа заложена в семени. Давайте на мгновение вернемся и посмотрим Писание в другом свете. Вернемся в Евангелие от Марка. Очень быстро. Посмотрим в другом свете, как я сказал. Знаете, это здесь. Мы все знаем 16 главу Евангелия от Марка, где Иисус говорит, «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари, кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавшие будут сопровождать сии знамения. Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложит руки на больных, и они будут здоровы». Итак, после этого, я читаю 19 стих, «Итак Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога». Теперь стих 20. «А они пошли и проповедовали везде». Что они проповедовали? «При Господнем содействии и подкреплении Слова». Помните, Библия говорит, Иисус говорит в Луте 8.11. «Слово Божие — это семя». «При Господнем содействии и подкреплении семени» «Подкреплении Слова», можно так, «последующими знамениями». «Вы хотите, чтобы последовали знамения?» «О Господь, делай, 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 делай». Мы молимся так, и это хорошо, но благословение Божие также на тех, кто сеет. Аминь. Вы знаете, что в Библии вода — это символ Святого Духа. Вы помните 7 главу Ивана Деатриана? В Великий день праздника Иисус стоял и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Аллилуйя. Кто верует в Меня у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой? «Сие сказал он «Сие сказал он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было Духа на них, Духа Святого. Еще не было. Рети. Рети. Божьи чудеса заложены в семени. Вода — прообраз Святого Духа. Но если у вас есть вода и нет семени, то рожая не будет. Семя должно быть полито. Аллилуйя.